привет мои дорогие зрители я вас приветствую в краснодаре на улице яна полуяна 53 стоматологическая клиника эваден и сегодня у меня прям знаете такие ощущения да мурашек я вообще вот эти волосы дымом стоят вообще как гребеток радость потому что мы сегодня приехали на финальную стадию установки имплантатов ребята сегодня вот этот безумный чувак должен стать зубастой акулой шоу-бизнеса вау просто ну давайте не будем много говорить клиника находится в краснодаре я с удовольствием рассказывал о моем враче-хирурге ортодонте станиславе надеюсь я все правильно сказал это капитальный красавчик который менял пер уговорил и надеюсь сегодня говорится закончит эту именно работу он также занимается и другими моментами я думаю что попросим сегодня в конце видео он об этом расскажет теперь отправляемся внутрь адрес еще раз улице яна полуяна 253 санапы 160 километров я сюда проезжаю сегодня я потратил два часа где-то 45 минут на это ехал утром то есть попал там небольшую пробочку одну поселочки но все было принципе прекрасно добрались доброе утро и готовы готовы здравствуйте приветствую друзья меня зовут станислав олегович врач-хирург ортопед ранее мы с юрием установили 3 имплантата подождали 4 месяца для того чтобы они прижились после мы сняли оттиски сделали работу и сейчас наша задача проверить ее качество все-таки неправильно сказал не ортодон ортопед прошло прошу прощения и давайте начнем это все действия будет круто это гипсовая модель конструкция здесь циркониевые коронки циркони это материал белого цвета за счет этого достигается высокий уровень эстетики фиксация у нас винтовая при помощи специальных винтиков к имплантатам а мне было все интересно как это происходит а потом и как-то заделывается что да затем здесь делается специальная пробка защищающая сам винт и маскируется пломбировочным материалом сама шахта для того чтобы в это отверстие ничего не выпадало но и вот наша задача сейчас проверить как это все в полости рта функционирует а вот кусочек десну еще можно подарить здесь ввиду того что не было у нас долго зуба костная ткань немного атрофировалась и слизистая оболочка также за . ушла соответственно техник немножко отмоделировал здесь десну мы посмотрим как это будет выглядеть при необходимости проведем мягкотканную пластику то есть это тоже возможно то есть не хватает взять добавить что-то куда в одном месте берем как правило в области зуба мудрости верхней челюсти и оттуда небольшой кусочек слизисты и добавляется там либо со стороны можно показать на что постоянно смотрю то есть я ни разу не показывал картинки там разные видео и души закаты и свечи смотришь на действия врача на телевизор очень удобно и классно сделан релаксовое состояние там еще мудрость какая-то пациента нравится на судочках и тут не пропускает поэтому слева значит когда будут фиксировать коронку это может быть немного болезненно если крайне болезненно постоянно показываем что все инструменты проходят обработку и станислав всегда скрывает их перед клиентом потому что это очень очень важно самое главное станислав теперь подготавливает коронки коронки после лаборатории дезинфицируются с модели и самое волнительное для меня начинаем уже работать непосредственно это нормально то что коррекция может потребоваться станислав нитью проверил есть где-то зажимания то здесь проходила не очень хорошо поэтому была взята насадка специальная и дошлифовалась уже непосредственно на месте то модель которая ко мне уже устанавливается в рот для удобства работы и станислав установил экстрактор чтобы было гораздо проще работать здесь проходит непосредственно подгонка уже до идеального состояния коронки к остальным зубам и ура первый был уже установлен на место следующий уже устанавливается по той же схеме дезинфекция подгоночка подтягиваем и он встает потихонечку на место если бы стало больно я бы попросил бы ну чтобы сделали укол здесь обошлись без него очень четкими уверенными движениями станислав доводил результат до идеала посмотрите как уже выглядит моя верхняя челюсть это просто фантастика ну а дальше подшлифовываем лишнее то что показал что они неадекватно все врага до зло Видишь, у тебя как-бы ты улыбаешься, даже ты стараешься сильно улыбнуться, тебя не видно вот здесь весну. Но смотри, я тебе сразу предупреждаю, что там будет, да? А как будет? Видишь, смотри, видишь такое поднутрение? И вот сюда бы объемчик добавить, чтобы она как-бы вровень была, да? Понимаешь? Ну, я не знаю, как тебе это будет, я думаю, с щекой ты можешь это чувствовать. Ну, я думаю, ты привыкнешь, то есть человек по всему привыкает, даже к самым болезненным каким-то ощущениям, да, с суставом, например, он замечает этих вещей, и ты, думаю, привыкнешь. Но, ну, в идеале, если вот так, знаешь, заморачиваться, то давай. Если тебе это надо будет, сделаем. В общем, надо походить. А так вообще прям огонь, огонь, даже мне нравится. Мои зубы еще никого никогда не знают. Вот здесь тоже, смотри, видишь, бровальчик такой. Ну, это сколько я ходил. Тоже мягкие ткани. Вот сюда будет вообще тоже красиво. Я бы в первую очередь вот сюда добавил, А потом, если ты хочешь еще сюда, то же сделаем. В плахту языку вообще прям непривычно. Да, много-много чего у него забрали, да? Вообще прям до прощения, облацк сжали со всех сторон. Нравится? Вообще. Отфиксируем? Все отлично. Коронки, как я говорил, на винтовой фиксации в любой момент, когда хочешь, можно снять. По той или иной причине. Ну, к примеру, пластику мы проводим, да, я ее сниму, мне будет удобнее работать. А есть два типа фиксации. Есть цементный, когда на цемент фиксируют, и все, эту коронку уже не снять. Ее распиливаешь, выбрасываешь, новую делаешь. А эту можно снять, да, что-то провести. Например, скол керамики. Здесь она у тебя цельно цирконевая, то есть она из-за единого материала, где только снаружи краска индивидуализирована, да? Вот. То есть она у тебя очень прочная, эта коронка. Навряд ли будут какие-то сколы. Но бывает так, что зубы, например, разошлись, и между зубов пища попадает, особенно мясо. Очень неприятное чувство. Тоже легко делается. Коронку сняли, в лабораторию отправили, они добавили, но ее обратно посадили. В противном случае это разрез, выбрасываешь, новая коронка. Ну, другие затраты, да, вообще. Перед финальной установкой мы еще раз снимаем коронки. После полировки устанавливаем все на место, предварительно промываем шахты и все становится на в последний раз по местам, как говорится. Я, когда это происходило, просто чувствовал бешеный эмоциональный подъем, уже понимая, что вот он конец, вот оно счастье, к которому я так долго стремился. Ну, я думаю, все эмоции мои видно. Каждый день, когда я улыбаюсь. Сейчас аккуратно проедите, пожалуйста, где-то пломбочки могут мешать. Сегодня случилось событие, к которому я шел, наверное, лет 10, если не больше, я могу удаваться. Спасибо большое. Это самые, наверное, такие бешеные эмоции, которые могу переживать. Я тебе не верю даже, что это действительно случилось. Сколько было страха. Это было одно из самых важных решений жизни, на которое меня он говорил, именно Станислав, за что ему просто куча благодарностей. И вот сейчас уже, когда мы прошли весь этот путь, КТ, операция, операция вообще, как я боялся, и все прошло очень легко. Потом заживление, как-то правильно назвать? Интеграция, приживление, имплата. Потом, самое, наверное, даже вот из всего этого страшный момент был, когда мы приехали и проверяли. Вот я столько всего перевезу, и оно сработает, оно зайдет, все, и когда я говорю, все хорошо. С такой голосом, обычно, в этот момент у меня вся жизнь перед глазами пробежала, вот этот мой говорит, все отлично. Да, потом еще два приезда, и сегодня мы установили, это закончили, завершили этот процесс, и я прям еще раз отобрал, на себя счастлива, спасибо большое. На этом у нас не заканчивается, да, вот вся эта движка, там будет еще немножко, но это пускай Станислав вообще сам расскажет тоже, что, как, куда. И очень важно, потому что мне говорят, что теперь правильный уход всей моей конструкции, чтобы не было никаких проблем в будущем. Друзья, подытожу, значит, мы сегодня завершаем эту историю, мы установили цирконевые коронки. Циркония – это максимально эстетичный, максимально биологически инертный материал. Сегодня мы сделали четыре такие коронки, значит, в дальнейшем очень важно, чтобы имплантаты себя чувствовали комфортно, для этого необходимо поддерживать хорошую гигиену полости рта, раз в полгода в год приходить на проб гигиену, и в домашних условиях предпочтительно использовать такой прибор, он называется ирригатор, и наблюдаться, пользоваться как своими зубами. Опять, здесь на экране вы увидите инстаграм Станислава, у него там есть видеосюжет про этот ирригатор, и также, когда мы сюда ездили, еще вот такого прозвала, дали подписчики, именно вот по своей профессии, да, вы должны заниматься именно коренными зубами, правильно их умеете удалять, мне Станислав уже сказал, что есть в инстаграме, можно здесь пару слов, просто общая фракция. Да, я специализируюсь на удалении зубов мудрости, я удалил их огромное количество, эти зубы имеют особый подход. Есть также видео на моем канале, там его можно посмотреть, называется «Зубы мудрости». Очень важно не задеть, ну, относительно жизненно важные органы в виде нерва, пазухи. Эти зубы удаляются специальным образом, в общем, используются разрезы этих зубов, для того, чтобы нанести минимальную травму окружающим тканям. В общем, все-все-все подробно в видео есть, если кому интересно, по зубам мудрости там все рассказывают. Ну, друзья, будет от меня личная благодарность, заходите, подписывайтесь на инстаграм Станислава, можете от меня лично его тоже поблагодарить. Там будут и фотографии, кстати, моих зубов до-после, я постараюсь, чтобы пришли эти фотографии, вставлю себе видео, сюда посмотрим, как это было, как это стало, и, ну, вообще, в хорошем качестве можете у Станислава увидеть эти фотографии его аккаунта. Всех вас благодарю за то, что смотрите, не запускайте зубы, не будьте, как я, не бойтесь, найдите своего врача, попрощайтесь, например, как я, может, к Станиславу, и я на самом деле счастлив. Всем спасибо, ребят, до свидания, всем всего хорошего. Еще по 5-5 секунд, еще же нам там небольшая, да, небольшие манипуляции необходимо провести, чтобы все выглядело, так скажем, на 100 баллов, необходимо провести операцию рядом с мягкими тканями, для того, чтобы увеличить их объем, и тогда будет шикарно. Ну, мы об этом сказали, что мы заканчиваем эту историю, то есть, наше будущее немножко продолжение. Сейчас вот в таком, уже видите, можно жить, вы об этом, в принципе, дальше и никогда не увидите, не узнаете даже на видео, это уже для эстетики, для себя, для более комфортного проживания, чтобы Десна имела точно такую же форму, как и до того, как я остался без зубов, потому что со временем ткань именно мягкая ушла, ее там не осталось, и она, по идее, ее хорошо бы вернуть. То есть, это будет дальнейшее видео, об этом тоже мы вам все расскажем. Ну все, Юрий, я тебя поздравляю. Спасибо.